Сегодня, как и обещала, сделаю вам влог, пятничный влог. У меня по пятницам выходной и сегодня у моего любимого мужа выходной тоже. И мы решили вместе поехать в одно замечательное место позавтракать. Ну а что дальше? Я думаю, если вам интересно, смотрите, кстати, живем в Стамбуле, в Турции. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Мы приехали по в отличное настроение завтракать кафе на Майканка Фау. Глеб, меня муж очень заинтриговал, что это за на Майканка, потому что в Турции мне такие вкусы, в Турции, в Турции, в Турции. Я не буду ничего. Давайте посмотрим, какие там вкусные на запах даются. В этом кафе, если захотите, вы дальше можете почитать книгу. Правда, на турецком языке, но очень интересные. Исторические книги. Смотрите, какая красота. И это все порция на одного человека. Муж говорит, что можно до вечера кушать. Завтрак вообще великолепный. Я еще на утро никогда клубнику с медом не кушала. По крайней мере, в турецких кафе, там, где подавали завтрак, никогда еще так не угощали вкусно. Поэтому замечательно. Советую это место. Я думаю, вам тоже понравится. Ну, а мы едем дальше. Следующей нашей остановочкой, это будет Китап Фуарето. Книжная выставка. Она, кстати, вот, дорогие мои, проходит с 4 по 13 марта. Сегодня какой у нас? 11. Еще два дня осталось. Так что, если хотите, вы можете успеть. А нам пока стоит припарковать машину. Выставка, кстати, проходит бесплатная. Поэтому, если есть возможность, бегом на выставку. Ой, какая красота! Конечно, не книжечки, но красивые. Отделы с детскими сказками. Есть отделы с книгами уже. The Second Hand. Вторая. Есть у них. Тут уже 4. Еще очень интересно комиксы нашли. В двух словах хочется сказать, что выставка на самом деле очень большая. Но, на мой взгляд, есть несколько минусов. Здесь очень много и исламской литературы, и детской литературы. То есть, литературы мировой очень-очень мало стендов. Вот. Поэтому мы не нашли того, что мы хотели. Хотели найти на этой большой-большой-большой выставке Паулу Пелю Алхимика. И, к сожалению, мы у всех спросили и не нашли. Только мы нашли Паулу Пелю 11 минут. Вот. Зато много другой литературы есть. Спасибо за внимание. Следующей моей остановкой будет выбрать мне кроссовки. Я выбрала вот эти. А вот для самых маленьких. Хей, ребята! Уже мой день подходит к концу. И, конечно же, я приехала на баскетбольный матч. А пока мы ждем наших гостей. Вау! Мы столько всего здесь интересного нашли. Находится арена. Вольсваген арена в районе Маслак. Каток тут. Может быть, не на баскетбол, а на каток? Да. И здесь еще такое замечательно красивое здание. Немножечко вам так покажу. Которое осталось еще с османского периода. Очень красиво. Так. Кстати, на баскетбольном матче я впервые. И матч очень важный. Как мне сказал мой муж, играет в Лига Чемпионов. Лига Чемпионов. Две турецкие команды. Не спрашивайте, как они называются, потому что я не запомнила. Аделаш? Таким. Аделаш. Таким. Даруша пока душ. Это список. Вот. Вот эти две команды играют. И какая команда выиграет, та и пойдет вперед бороться за Турцию и защищать имя Турции. Ох. Тут баскетбол. Тут каток. Тут история османского искусства. Мозаики. Красота. Увидимся на матче. Что дела? Ну ка? Поехали на матче. defects. Субтитры делал DimaTorzok